Основанный на реальных событиях, обладатель престижной премии «Оскар», фильм «Форд против Феррари» безусловно заслуживает внимания изучающих английский язык. Из второго урока проекта «Надо знать английский» вы узнали, когда нужно использовать неопределенный артикль, а также в чем разница между «э» и «эн». А в этом видео мы разберем не только интересные разговорные фразы из фильма «Форд против Феррари», но и поговорим о том, когда не нужно употреблять никакой из артиклей. С вами «Голос» и «Ингли Шоу». Поехали! История фильма начинается с того, что огромная корпорация «Форд» с целью повысить продажи своих автомобилей решает купить итальянскую компанию «Феррари». И тут мы встречаемся с первым случаем, когда нам не нужен артикль. Обратите внимание на фразу «Энзо, основатель Феррари, потратил каждую лиру, которая у него была, гонясь за совершенством». Существительное «perfection» переводится как «совершенство». И это абстрактное понятие, которое нельзя посчитать. Поэтому рядом с ним нам не нужен никакой артикль. Подобным образом мы не будем использовать артикль с неисчисляемыми существительными, которые обозначают вещества, жидкости или газы. Примеры таких существительных мы собрали для вас в статье на нашем сайте. Не забудьте перейти по ссылке в описании. Переговоры с Энзо Феррари идут не по плану, и темпераментный итальянец отказывается от сделки с Фордом с такими словами. «Моя интегрития как конструктор, как человек, как итальянский, глубоко инсалтен от вашего предложения». «Моя интегрития как конструктор, как человек, как итальянский, глубоко инсалтен от вашего предложения». Давайте выделим тут существительное «пропоузал». Оно исчисляемое и стоит в единственном числе. Так почему же тут не используется артикль Э? Дело в том, что мы не употребляем артикль, если перед существительным стоит притяжательное местоимение. В данном случае – your – your proposal. Это второй случай, когда мы не используем артикль. Также притяжательными местоимениями являются my – мой, his – его, her – ее, their – их, our – наш. Например, Форд нанимает Кэрола Шелби и его друга Кена Майлза, чтобы сконструировать машину для победы над Феррари в гонке Ле-Ман. Кстати, с точки зрения английского, в фильме есть одна интересная деталь. В то время как большая часть героев говорят с американским акцентом, один из главных героев фильма, Кен Майлз, гонщик, говорит с британским, как и вся его киношная семья. Смотрите сами. Обратите внимание на идиому nest egg. Слово nest означает гнездо, а egg – яйцо. Оно означает определенную сумму денег, которую копят или хранят с определенной целью. Например, для обучения в университете или на безбедную старость. На русский nest egg можно перевести как сбережение или заначка. Вообще, надо сказать, что фильм богат идиомами. Вот еще одна и тоже с британским акцентом. Идиома «a pig in a poke», дословно «свинья в мешке», аналогично русской идиоме «кот в мешке». Например, Знание идиом – важный фактор в изучении языка. Они не только украшают речь, но и знакомят с культурой языка и помогают расширить словарный запас. А еще, зная идиомы, можно приятно удивить носителей своими познаниями. Понимая все это, мы выпустили набор из 100 карточек с идиомами. Яркие иллюстрации и переводы идиом помогут вам быстро их запомнить, а на онлайн-платформе вы сможете послушать их правильное произношение и пройти тест. Ссылку на карточки оставим в описании под видео. И третий случай, когда нам не нужен артикль, если перед существительным стоит указательное местоимение. Их несложно будет выучить. Как вы узнали во втором уроке проекта, их всего четыре. This – этот, that – тот, these – эти, those – те. К примеру, вот вам фраза на случай важных переговоров от Генри Форда. You ready? The name on the middle of my steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. Hit it. You ready? The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. Hit it. Посмотрите на фразу The name on the middle of that steering wheel. Имя в центре того руля. Три существительных. Name – имя. Middle – середина или центр. И steering wheel – руль или штурвал. Артикли стоят перед name и middle. Перед steering wheel стоит указательное местоимение that. Поэтому артикль там мы не ставим. Это были три основные причины не ставить артикль перед существительными. Остальные вы можете найти в статьях на нашем сайте. Все ссылки в описании. С вами был Голос, English Show. Пока. Пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...